Приветствую вас, друзья, на втором уроке «Настроение». С вами я, Антон Лилюйко, коуч-сознание, тренер университета коучинга. Цель этого урока – осознать причины эмоциональных состояний, качелей, почему мы застреваем, взбиваемся, сливаемся с пути, на пути к цели. Часто вот эти эмоциональные качели не позволяют нам двигаться вперед, мы притягиваем какие-то проблемы, повторяющиеся в нашей жизни, испытываем тревогу, неуверенность, постоянно куда-то торопимся, и такой в жизни аврал происходит, тушение пожаров, не хватает времени, из-за этого еще больше напряжения, злости, мы боремся с миром, боремся с собой и выгораем. И такое состояние, что я уже не хочу ничего чувствовать, я начинаю самоликвидироваться, уходить в алкоголь, уходить в работу, куда-то спрятаться, убежать. И не могу управлять своей энергией, своим состоянием. У нас как будто бы установлен передатчик в голове, антенка, и мы слушаем, оно настроено на эго-фм, мы слушаем эти голоса в голове. Мысли, эмоции, страхи, сомнения, все летает по воздуху, и иногда нас прям вот накрывает. Один голос говорит, да давай, у тебя получится, ты классный, это нас приведет сейчас к цели, давай реализуем эту цель, поехали на море. Второй говорит, да нет, ты что там на море, денег нет, сейчас времени нет. Давай, сейчас важно же вот этим заняться, ты же серьезный человек, тебе же сейчас вообще не до танца. Говорил я себе несколько лет назад, да, когда у меня была вот эта непреодолимая стена, не мог, думал, что танцы это несерьезно, что танцами я буду заниматься 50 лет, когда выйду на пенсию. Вот это радио мне говорило. Это просто комментатор, который все видит и интерпретирует происходящее, анализирует. Вот когда вы утром просыпаетесь, какая мысль у вас в голове играет? Разве вы эту мысль заказывали? Думай. И так каждый момент времени, это просто движения в моей голове, они просто случаются. Я еду по дороге, мне навигатор что-то говорит. Вот навигатор, это же просто голос, вот этот вот радиоэгоэфэм, этот передатчик мне говорит, что нужно делать. И я ему верю. И исходя из этого, я принимаю решение, но я действую, исходя из этой интерпретации этого мозга, этого эгоэгоэфэм. И это как погода за окном. Вот когда погода солнца, классно, у меня настроение поднимается, я чувствую себя в плюсе на высоких вибрациях. Я много хочу, я уверенный, у меня много энергии. Я начинаю новые дела легко. Потом что-то происходит с погодой, она меняется. И тут я уже чувствую, все, я в минусе, я на низких вибрациях. У меня нет уверенности, у меня сомнения одолевают. Я смотрю на этот список 30 дел, которые создал накануне. Да кто это, что это за человек написал этот список, нет план. Нет сил, нет энергии. Дела до конца не доводим, сливаемся на полпути. Вот этот постоянный ментальный мусор в голове, прошлые установки, ошибки, непрощенные чувства, вины, обиды, зависть. Залез в интернет, в соцсети и тут же самооценка упала. Я не хочу чувствовать разочарование, одиночество, я не хочу чувствовать боль. Вот это как пружина внутри поддавливает и вот это эмоциональное состояние меняется. А по факту, если бы мы этого все не испытывали, мы бы легко достигали своих целей. Вот решили что-то попасть в точку Б, создали себе, по смарту написали, сделали декомпозицию своих целей, задач, план действий. Все, и пошли спокойненько делать, как роботы, да? Но мы не роботы, мы чувствуем. И у нас есть эго-ФМ. И мы чувствуем свое настроение, оно меняется как погода. Каждый момент времени, волна, это нормально. Но когда я в плюсе, я чувствую, что да, я хочу, это мое, я смогу. Когда я в минусе, нет, я не смогу, это не мое, я это не выбираю. Я подожду, когда у меня будет ресурсное состояние. И я затормаживаю себя на этих американских горках, я не хочу проваливаться в это минусовое состояние. Я хочу только позитив чувствовать. В итоге диапазон сужается, мы перестаем чувствовать, запрещаем себя чувствовать. И в итоге ключевые действия стоят, и мы куда-то уходим в какую-то реакцию. Мы как будто бы видим свою цель, но теряем фокус. И фокус у нас смещается на какие-то дела, на какой-то перфекционизм. Кто-то раздражает нас, кто-то нет ресурса, нет энергии, чтобы двигаться, идти в отношения, коммуникации, в продажи, еще куда-то. И поэтому есть второй путь, есть физический путь. Это шаги, действия, которые нам нужно сделать из точки А в точку Б. По смарту мы прописали декомпозицию, мы знаем, что он нужен. И этот путь, он необходим, без него никак. Но есть еще и второй путь, он этот внутренний путь. Это навыки работы с мышлением, это навыки развивать свой эмоциональный интеллект, быть устойчивым, быть в балансе эмоциональных качелей. Постоянно мир меняется, постоянно будут трудности. И важно быть в балансе и уметь быть гибким к изменяющемуся миру, принимать сложные решения. Важно управлять своей энергией, поднимать ее, когда необходимо, держать фокус на цели, повышать осознанность, уверенность, смелость, иметь внутреннюю опору на себя, а не на внешние обстоятельства, так называемую духовидность развивать. И вот у нас как будто бы мы смотрим на мир через проекцию, через такой экран, вот экран нашего ума. Что-то происходит, какое-то событие во внешнем мире. Например, звезда потухла, и свет от нее мы видим. Звезды нету, но мы видим этот свет, вот на космическом размере, что происходит. То же самое, мы видим какие-то предметы, события вокруг себя. Они, это свет, который доходит до сетчатки глаза, потом мозг это перерабатывает в соответствии со своей установкой и целью. То есть, должно все быть белое. Белое-то мне нравится. Вот если это белое, значит мне нравится. Если что-то черное, что мне не нравится, все, я сразу, это черное, мне это не нравится. Он плохо, хорошо. Плохо или хорошо, ум оценивает, дает ярлыки вешать. И в итоге мы видим только изображение с задержкой. То есть, событие уже произошло, это уже произошло в прошлом. Все наши чувства, переживания, какие-то состояния, то, что мы видим, осознаем, это уже прошло. Мельчайшая доля времени, но это было уже, это прошло. Что происходит? Когда мы чувствуем боль, разочарование, недовольство, мы вышли из себя, можно сказать, в этот момент. То есть, погода за окном испортилась, эго-фм, я не хочу, или мой результат не совпал с моей целью, с ожиданиями. И вот, вот что-то в вашей реальности, а результат, наша реальность, это результат наших целей. Но что-то меня вот не устраивает, моя реальность. Я какой-то не такой. Не столько зарабатываю, сколько хочу. У меня нет столько времени, сколько я хочу. Я должен быть другим. Этот человек должен быть другим. Он должен соблюдать договоренности. Мы же с ним договорились. Почему он не соблюдает договоренности? Он должен быть другим. Мир должен быть другим. Я не хочу чувствовать себя в провале, в ошибке. Какая-то своя недостаточность мне причиняет боль. В этот момент я начинаю бороться с тем, что есть. Я начинаю это не принимать свои чувства. Я начинаю сопротивляться, бороться, насилие, разрушение. Мои попытки что-то изменить в окружающем мире, в себе. Но по сути это было в прошлом. То есть я борюсь с тем, что было в прошлом. Уже оно совершилось, это факт. Я просто вижу это на своем экране, но я продолжаю с этим вчерашним, прошлым бороться. И чем больше мы давим, чем больше мы боремся, чем больше мы сопротивляемся, чем больше мы давим на живую систему, живая система рождает действия, равные по силе или сильнее противодействия, силу противодействия. Чем больше мы давим, тем больше мы получаем сопротивление. И в итоге, когда мы двигаемся к цели, у нас есть ожидание и есть результат. И когда ожидание не соответствует результату, нам этого недостаточно, мы чувствуем, что нас не устраивает. Мы чувствуем недовольство и расстройство. Мы чувствуем боль. Или что-то в моей реальности, что-то меня не устраивает, сколько я зарабатываю, меня не устраивает. От меня это недостаточно, это расстройство, это боль причинение. И так как наша жизнь – это отражение наших целей, цель определяет результат. Чем больше я сопротивляюсь, чем больше я недоволен, тем больше я создаю еще больше недовольства. И в конечном счете просто сливаю на это энергию, потому что я борюсь. То есть конкуренция, движение к цели через напряжение. Как будто бы нужно завоевать свое место под солнцем. Вот из этого достигаторства, из этого стремления уже рождается сопротивление. Я как будто бы не отпускаю свою цель, я стараюсь это выгрызти зубами. Ну и я еще больше получаю сопротивление, что есть сейчас. Это называется «я вышел из себя», «я не в адеквате». Когда человек не в адеквате, он ставит неадекватные цели. Это ненормально – бороться с ветряными мельницами, выходить из себя в минусе, когда я нахожусь. Я автоматически это генерирую. Я умом могу себе цель сейчас держать на позитив. Я же хочу вот такой-то доход к такому-то сроку. Но моя внутренняя цель не согласна с тем, что есть. И мой внутренний контекст определяет вот эту борьбу и сопротивление. То есть у меня есть цель от головы, а цель внутренней, я с этим не согласен. Я начинаю этим изнутри бороться. Моё бессознательное начинает бороться с этим. В итоге я одной рукой создаю всю реальность, которая есть вокруг меня. Это я создам. Другая рука говорит «нет, это недостаточно. Я не хочу это чувствовать». Она начинает бороться с этим и разрушать. В итоге борьба и разрушение соединяются, и мы боремся сами с собой. Я борюсь сам с собой. Я не принимаю то, что есть. То, что на самом деле я-то и создал. И чем больше я сопротивляюсь, тем больше выгораю. Чем больше я зацеплен за эту борьбу, я зацеплен за своё прошлое. Я не даю новому прийти в мою жизнь. Я продолжаю бороться. У меня фокус там, фокус внимания, моя энергия там, на этой борьбе. И моей целью неосознанно становится воспроизведение моего прошлого. Выход – это принятие настоящего момента в естность. История. Мозг всегда интерпретирует это всегда. Это нормально. Эго-ФМ будет всегда. Мы всегда будем интерпретировать, создавать историю, жить в такой, в некой истории, иллюзии своего ума. Но важно отметить, что история начинается со слов «да, но». Я бы реализовывал себя, реализовывал свой проект, но сейчас нет денег, сейчас нет времени, сейчас ещё недостаточно знаний у меня. Или «потому что». Вот потому что я мало зарабатываю, потому что меня не оценили, руководство не повысило мне зарплату. Если вам кажется, что ваша жизнь где-то скучна, не меняется, большая вероятность, что вы застряли в истории. Осознать, что вы в истории – это уже возможность вернуться обратно в естность. Быть осознанным о своей неосознанности. Где вы вышли из неосознанности? Где вы застряли в истории? И вы можете вернуться в настоящий момент. Посмотрите домашнее задание. Где вы теряете энергию? Где, как вам кажется, скучно, нет интереса? Серость, застревание? В какой сфере жизни? И второе. Что вам необходимо сделать, чтобы действовать в естности? Какое решение вы можете принять здесь, сейчас? На следующем уроке мы разберем, как прийти к осознанности и управлению своим состоянием на 100%. Я представлю вам программу «Квантовый переход», которая помогает, какие инструменты, какие условия, какие требования необходимы, чтобы совершить квантовый переход. Из точки А в точку Б частица физики квантовой исчезает в одной точке пространства с одними свойствами и появляется в другой точке пространства с другими свойствами. Вот как мне из точки А попасть в точку Б, куда я хочу попасть, там x2, x3 по доходу сделать, как мне сразу туда уже переместиться, чтобы я уже обладал теми свойствами, теми качествами бытия, которые мне необходимы. Что для этого необходимо? И это происходит очень быстро. Прямо начать жить уже здесь, сейчас. Я вас благодарю за внимание. До встречи на третьем уроке.